1 мая принято напоминать 100-тысячный раз в истории этого праздника о чикасских анархистах, о том, почему вообще в мире 1 мая отличается как День труда и День солидарности. Я решил найти какие-то менее очевидные примеры солидарности, вопреки всем историческим, всем социальным обстоятельствам, на Баттерские для своего времени, которые при этом заложили некую традицию, которая затем была продолжена. Поразительная вещь солидарности в том, что она создает что-то новое. Не было отношений солидарности между общественными группами, потом они появились. И потом, через 50 лет, люди считают, что так и надо. А 50 лет назад оказалось чем-то совершенно фантастическим. И одна из таких историй фантастической солидарности имела место в Америке, в первой половине 19 века, такой действительно неочевидный пример. В 19 веке в Америке было два важных движения. Первое движение было абалиционистское, движение за отмену рабства. А второе движение – движение за права женщин. Но эти движения, на самом деле, действовали параллельно друг к другу. И связей между ними было немного. Потому что женщины, которые боролись за женские права, многие из них при этом оставались, собственно, расистками, не хотели, чтобы черные женщины участвовали в борьбе белых женщин, совершенно не поощряли их участие в организациях за избирательные права, за разные другие права. А с другой стороны, абалиционисты были сексистами, и не хотели, чтобы женщины участвовали, собственно, в их организациях. Считалось, что мужчины белые отлично поборются за права чернокожих и безотипных женщин. Глобальной проблемой было то, что в первой половине 19 века, в принципе, в европейской, в американской культуре женщина, которая, например, выступала со сцены, казалась чем-то совершенно из ряда вон. И на самом деле само это было вызовом. Потому что считалось, что место женщины дома. А вот публичное пространство должно быть занятыми мужчинами. Но тем не менее, вопреки всем этим многочисленным обстоятельствам, были женщины, которые налаживали связи между абалиционистским движением и первой волной феминизма, собственно. Одна из таких семей, скорее, которая этим и занималась, это семья Ангелины и Санны Гринке. Таких малоизвестных, на самом деле, деятельниц, даже в Америке малоизвестных, которые, тем не менее, предложили очень интересный пример. Эти женщины выросли в ультраконсервативной, ультрароссийской семье из Южной Каролины. Их отец, судья, у него была плантация, на ней были рабы. Рабов все время стекли. Они на это смотрели. И, в общем, в силу какого-то, видимо, морального чувства, которое присутствует к каждому человеку, чудовищно ужасались этому. И однажды после того, как Ангелина Гринке увидела, как в очередной раз стекли раба, она решила просто сбежать из дома, сесть на какой-нибудь корабль и уплыть в страду, в которой нет рабства. Чтобы ее поймали и обратно вернули в страду, в которой есть рабство. В общем, все это сформировало взгляды сестер, такие антирасистские, аволюционистские. И они решили заняться общественной деятельностью. Выступать против рабства, выступать против эксплуатации чернокожих. Но обнаружили, что делать это им непросто. Потому что мужчины, которые, казалось бы, должны были быть союзниками, они все время, в общем, с подозрением смотрели на женщин, которые выходят и вместе с мужчинами начинают выступать, читать лекции. Тогда одно из ключевых вводов протеста это лекции, которые собирали много народу, и петиции, которые подавались в Конгресс. Считалось, что женщины ни то, ни другое делать не должны. Все это задачи мужчин. В результате, начав с аволюционистской борьбы, эти сестры Гринка постепенно стали феминистами. Были как бы вытеснены феминизмом. И агитировали за то, в чем состоял конкретный вклад. Он состоял в том, чтобы в аволюционистских организациях участвовали женщины, и участвовали чернокожие женщины тоже. Что тогда было ультралюдикальным предложением, которое вообще практически ни у кого не встретило поддержки. Но с другой стороны, они сумели, на самом деле, в Филадельфии, где они действовали, они сумели добиться того, чтобы чернокожие женщины участвовали в работе аволюционистских групп женских. И кульминацией всего этого была встреча в филадельфийском, в общем, таун-холл, в котором выступала Ангелина Гринке перед большой группой, состоящей из черных и из белых женщин. выступала, пытаясь комментировать свою позицию, что права женщин и права черных должны защищаться одновременно, и женщины гораздо эффективнее защищали бы права черных, если бы их собственные права соблюдались. В это время агрессивная толпа белых мужчин кричала там на улице, швыряла камни в этот таун-пол. В итоге, после того, как они выступили, после того, как эта Ангелина Гринке выступила, она ушла вместе с другими женщинами, сцепившись за руки из этого помещения, а ночью его просто сожгли и постарались просто вытеснить из памяти, что это, в принципе, было. Женщины, чернокожие женщины, борются за свои права. Надо сказать, что этот пример солидарности, абсолютно не характерный для того времени, довольно быстро ушел в прошлое, потому что пути ополиционизма и супражисток американских разделились. Многие белые супражистки начали говорить, что нужно дать голос белым женщинам для того, чтобы они балансировали голоса чернокожих, которые не реализовали их влияние. В общем, было много уродливых страниц в этой истории, но, тем не менее, постепенно борьба за гражданские права и борьба за феминизм снова соединились. И, наверное, следующий этап, когда это произошло, был в 60-х годах уже 20-го века, то есть через 100 лет, больше, чем через 100 лет, после истории Ангелины и Сары Гринке. А потом эту историю обнаружили американские историки и ее стали преподавать в школах, но, в принципе, сам этот эпизод был практически забытым. На мой взгляд, это действительно интересный эпизод неожиданной солидарности. Другой эпизод, о котором я хотел бы рассказать, произошел в Англии в 80-х годах уже 20-го века. Наверное, кто-то из вас смотрел фильм «Прайд», о котором в этом эпизоде повествует. Для тех, кто не смотрел, ну и для тех, кто хочет знать какие-то еще подробности, расскажу об этом эпизоде. Тоже совершенно фантастический сценарий. ЛГБТ-сообщество английское зачем-то поддерживает бастующих шахтеров. Проблема заключалась в том, что шахтеры многие были, собственно, гомофобами, да, и не горели желанием видеть ЛГБТ в качестве своей поддержки. А с другой стороны, ЛГБТ отлично знали о гомофобах и шахтерах. Мы тоже не понимали, зачем это нужно вообще поддерживать как бы бастующих шахтеров. Но нашлись такие люди, да, как бы ЛГБТ-активисты стилистических, коммунистических взглядов, которые начали собирать деньги в поддержку двух маленьких шахтерских городков. Уэйси. Несмотря на то, что все над ним смеялись и считали просто сумасшедшими, да, но постепенно они сумели убедить и ЛГБТ-сообщества, и шахтеров, да, в том, что на самом деле есть общий враг, как бы Маргарит Тэтчер, вот, есть общий враг в виде консервативного такого правопопулистского правительства, и есть почва для солидарности. И это действительно удалось, да, удалось, то, благодаря тому, что ЛГБТ ездили к шахтерам в городки, и шахтеры тоже ездили в Лондон, и там, в ночных клубах, как бы с ними, вот, тусили. Это, кстати, реальный факт, который фильмы даже никак не приукрашен был. Вот. Кульминацией всей этой компании был концерт под названием Pits and Perverts, то есть шахты-извращенцы. Названо так было после того, как в таблоиде Сан вышло как бы такой сголовок, да, что там, ну, с актером все уже все глупыми стали. То есть, типа того, что, ну, совсем уже, да, понятно, что Тэтчер правильно все делает. Вот. А они говорят, да, Pits and Perverts, так и есть. Вот. Оганизуем концерт с самыми модными группами, собрали на нем кучу денег, отвезли их все в Уэльский городок, в котором выставали эти шахтеры. Вот. Чем все закончилось, да, закончилось тем, что шахтеры свою борьбу проиграли. Это известно. Тэтчер оказался сильнее, социальный контракт в английском обществе был условлен в тот момент, сила профсоюзов была условлена, наступил неолибрализм, в котором мы живем до сих пор. Вот. Но, с другой стороны, шахтеры и большие секции рабочих, в целом, да, рабочих организаций стали поддерживать ЛГБТ после этого. Опять же, реальный факт, который был трогательно очень изображен в фильме. Прайд в Лондоне в 85-м году, на который вдруг приезжают автобусы с шахтерскими профсоюзами, и шахтеры возглавляют этот прайд, как союзники, как бы, allies. Вот. С тех пор, благодаря усилиям шахтерского профсоюза, в целом, профсоюзная конфедерация британская приняла резолюцию в поддержку ЛГБТ. Вот. Шахтеры потом боролись за отмену разных дискриминационных законов, типа, английского варианта нашего, как бы, закона о гипропаганде, который тогда был принят в 88-м году, и только в 2003-м году окончательно отменен. Вот. Возникла солидарность, которой раньше не было, и тоже, собственно, пример, да, неожиданная такая история. Третья вещь, о которой я хотел сказать, тут действие происходило во Франции, солидарность возникла между и сфертуалами, да, учеными и заключенными. Вот. Тоже, возможно, многим из вас известная история. Мишель Фуко, такой социальный теоретик, автор, не знаю, Старкник, вот, самый цитируемый в мире, в общем, социальный ученый, в какой-то момент, да, всерьез подумал о том, чтобы вообще бросить науку и стать активистом, таким, бултайм-активистом. Вот. А произошло это потому, что в конце 60-х годов французское правительство объявило нелегальной леворг-группу под названием Пролетарская Лева, вот, такую маоистскую организацию, которая стояла за городскую герилью, прямое действие и общие, как бы, криминальные такие методы борьбы, входящие за рамки закона. После того, как организация была объявлена нелегальной, сразу несколько сотен ее членов садились за решетку, поэтому во Франции появился большой слой по незаключенным. Вот. И многие интеллектуалы стали им сочувствовать, всячески за них бороться, пытаться сделать так, чтобы их выпустили из тюрьмы, но футбол, который основал группу информации Батюровым новшеством, было то, что интеллектуалы, которые объединены в эту группу, во-первых, поддерживали не только членов политарской левой, не только политзеков, но и, в принципе, всех заключенных, а во-вторых, и самое главное, задача этой группы была не в том, чтобы как-то там с применением какой-нибудь такой возвышенной убедительной риторики всем рассказать, как плохо живется заключенным, а задача была в том, чтобы узнать, как он, собственно, живется. С этой целью группа запускала в тюрьму анкету, собирала данные о том, в каких условиях заключенные находятся, а потом ответы заключенных популяризовала в виде таких брошютов. И тем самым отношение между интеллектуалом и неинтеллектуалом было изменено на обратное. Не, условно говоря, простой человек должен слушать интеллектуала, а наоборот, интеллектуал должен слушать простого человека. В итоге группа эта просуществовала чуть больше года и довольно закономерно самораспустилась, отдав, собственно, вразды правления организации самих заключенных, которые с тех пор стали защищать свои права сами и издавать сами журналы о том, что происходит в сюрьме. Тоже такой неожиданный пример. Неожиданный может быть не столько тем, что там интеллектуалы поддерживают заключенных, а тем, что интеллектуалы не... как Жан-Поль Сахтер сами объясняют, почему, что как живется заключенным, почему, как Сахтер говорил, любой преступник совершает, не знаю, вставлять кинжал в спину капитализму, просто потому, что он совершает преступление против ужасной власти. Вот вместо всей этой очень бессмысленной риторики интеллектуалы решили послушать, что сами заключенные говорят. И эта солидарность тоже оказалась очень влиятельной и изменила собственно французское общество. Вот. Какие выводы можно сделать из этих трех историй? Во-первых, солидарность это диалог. Нельзя прочитать в книжке с каким именно надо быть солидарным и объявить, что вот я с этими людьми солидарен. Нужно выходить на контакт с новыми общественными группами, выяснять их проблемы и вести с ними диалог. А не предлагать им какие-то готовые решения. Во-вторых, очевидная тоже мысль, вместе сильнее. Борьба одних групп может усилить борьбу других групп. Коммунитивный эффект может оказаться впечатляющим и совершенно неожиданным для власти муссер. Третий вывод заключается в том, что роль интеллектуалов в ситуации солидарности с разными группами угнетенных. Может быть, эта роль заключается не в том, чтобы донести до них свет истины, но и в том, чтобы узнать, что хотят сказать собственные угнетенные и выслушить их просто. То есть, солидарность это не односторонняя такая вещь. А когда все эти условия выполняются, тогда отношения солидарности могут прородить что-то совершенно новое и превратиться в традицию, которая будет мощным союзником прогрессивных сил, которые борются за лучшее будущее через 10 лет, 20 лет, 30 лет после того, как произошли эти акты солидарности. Вот все, что я хотел сказать в породном сообщении своем. Друзья, прежде чем вы сможете задать вопросы вверх, у меня есть небольшие перемарки. Во-первых, я сейчас приглашу сюда представителей Российского Социал-Демократического Союза Молодежи, которые хотят поприветствовать также у нас присутствующие. Я надеюсь, что мы также будем разделять с ними эти стены. Во-вторых, у меня большая просьба, я принес такую красивую коробочку, которая похожа на книгу на самом деле. Я хотел на ней написать слово капитал, но тем не менее. Я прошу тех, кто хочет и может пожертвовать сколько денег. На самом деле, чтобы отремонтировать это все своими руками потребовалось очень много сил и средств. Я пущу ее поедам. И Артем Алексеевенко, покажись. Что мы будем делать? Риман, сейчас я словно не надо, сейчас мы будем вставить кишу в аудитории. Ну да. Поставь сюда на выход передам. Просто передавайте поедам, там будет салат, пока я приглашаю кто там Йоффа, Юра. в аудитории. Давай, я тебе вопрос еще, наверное, взял вопрос. А потом мы электронный тоже укажем, но вот это механическое. Добрый день. Ну, опять, уже не в молодежи, как бы. Союзом бюджетико-социалистов сейчас называются у нас организация, он объединяет ряд социал-земиологической организаций в Москве и Питере. Во-первых, хочу поздравить всех с нашим праздником, в нем сражаться трудящих с 1 мая. В этом году нам, в отличие от предыдущих, удалось очень хорошо, дружно и весело пройтись по месту. Единственное, что мы были зажаты между РСД и анархами, и со всех сторон, еще и громко все было, но было и не было. По-вторых, хочу поздравить вас с открытием этого пространства, замечательного. К сожалению, поскольку мне еще хватило места, мы сейчас пойдем на свежий воздух. Но я надеюсь, что вы здесь будем встречаться и получше друг друга узнаем и будем дальше совместно поддержать социальную революцию в массы и в жизни. С праздником! Спасибо! А теперь все желающие могут задать вопросы. первую историю рассказывали как Ангелина Гринкес. Каковы противоречия сейчас? Какой можно сделать проект на объединение сейчас? Под этим противоположен населедом? Это невозможно уже об этом не думать? Мы же все об этом не думали? мигранты. Первый очевидный пример. противоречия но до сих пор несмотря на то, что левая группа долгое время устанавливает связи с рабочими это же вошло в традицию и многие из нас работали и сейчас работают в союзах эта связь в какой-то степени налажена а на мой взгляд связь с мигрантами до сих пор не налажена и тут потенциал солидарности совершенно не исчерпан я бы подумал в эту сторону но на самом деле это такая вещь которую трудно что-то предсказать мне кажется вопрос момента если мы видим что сейчас какая-то группа выступает с вами требованиями нужно ее поддержать и понять как ее требования соотносятся с теми требованиями которые мы предъявляем уже довольно давно но в целом нет путь готовы рецепты странно если я мог сейчас на все эти вопросы ответить это же и есть самосодержание левой практики находить новые точки солидарности очень возможно что тут есть уже разные проекты которые тестировали поле соответственно они так могут партизировать да есть тем более вот арт проект более жительный который с ним как раз работал я считаю что это и есть зародыш от того о чем я говорил еще такой вопрос если мы говорим о сегодняшнем дне вот идет большой или уже шел я уже потерял нить протест связанный с дальнобойщиками в прошлом году мы знали хороший пример солидарности когда группа в том числе левых активистов создала вот эту систему антиплатон вопрос в том а где вот такой может быть даже риторический или весьма конкретный а где же как же нам сейчас вот найти эту самую солидарность мы как бы с людьми общаемся мы видим действительно их проблемы мы готовы как-то поддерживать но вот эту блокаду прорывать тяжело где вот как можно к этой проблеме подойти ну такой вот вопрос у меня в фейсбук есть люди которые просто ездили в эти лагеря дальнобойщиков где они стояли да и там просто общались с людьми и их поддерживали вот хороший это тоже просто среда да 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 ну и потом я помню как я сам когда начался этот протест там потратил целый день чтобы разобраться в том какие налоги платят дальнобойщики почему это платон такое возмущение вызвал что там и транспортный налог акцизан и бензины что теперь еще и платон да что тройное как бессмысленное налогообложение вот мне кажется тоже был такой первый шаг солидарности вот что как OpenLab который прямо скажем не дальнобойщиками обычно занимается там искусственной философией написал про дальнобойщиков текст в принципе вот дальнобойщики узнали о технике который описан может быть узнали потому что эти люди из фейсбука могли бы сказать да то есть надо было поехать к нему и сказать нужно было поехать к ним тот же самый Кирилл Недведевик в Москве когда они стоят ездили дать концерты мы ездили просто водить солярку это тоже формул солидарности нужна брошюра успешных фактик солидарности нужна как вы видите возможности организации контакта с мигрантами и какие направления работы с мигрантами вы можете представить потому что есть опыт работы с мигрантами очень неуспешный печальный опыт которым я в работе с мигрантами я с вами принимал участие могу рассказать лучше вот вы расскажите как вы видите какие возможности вы видите установление контакта с моим мне кажется что я столько что вы про это знаю как союз профсоюзом были мигрантами в плане общинства внутри обычных профсоюзов как я не знаю может быть где в Москве сейчас как раз еще успешно сейчас в Москве об этом даже была статья в русском репортере весьма такая динная о том как в Москве вообще происходит солидарность с мигрантами прежде всего мы должны понимать специфику мигрантов это труд который вактовый и после вакты он обычно неоплачиваемый и задолженности мигрантам порой достигают сотни тысяч рублей вот и собственно есть опыт МПРА в Москве в том числе революционной рабочей партии который связан с такой отраслью как строительство и конкретно метрострой там было несколько предприятий и до сих пор есть там Ингиакон Горизонт СМУ еще какие-то ситуация везде одна есть подрядчик субподрядчик подподрядчик и вот это вот и на самой последней лестни лестнице как бы деньги вот эти зарплаты перечисляют а в самом последней человек уходит и пропадает из страны и в общем-то эта ситуация она связана с тем что это некий вот этот вот можно сказать заговор тех кто всем этим занимается этими откатами распилами и в общем-то то что нужно делать с мигрантами это нужно к ним выходить это нужно их организовать это их нужно вводить в администрации во все инстанции мигранты это большая сила которые могут действительно показать большую толпу и более того мигранты еще они внутри себя солидаризированы и таким образом успешная работа в одном предприятии и так как они постоянно кочуют по всем предприятиям создают такую сеть распространения и люди уже приблизительно знают что делать это мы видим в Москве то что вот эта сеть протестов против невыплат заплат мигрантов которая для всех привычна то есть ты как бы идешь на работу 50 тысяч в месяц тебе платят 10 тысяч в месяц все остальное тебе накапливается в долг и ты об этом забываешь это вот как работают мигранты сейчас мигранты выступают конкретно против этого и их нужно объединять им нужно показывать их с ними нужно солидаризироваться вот то есть собственно опыт успешный есть тем более что по моему чтениям не все чаще протесты происходят в том же ринге опомят да 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 это вот это сложный вопрос каждым годом все больше при этом я тоже дополню если вы позволите насколько я понимаю там эта солидарность она носит такой вот на карте сарафанного радио то есть два года назад в одном из предприятий на метро строя забыставали строители большинство из них мигранты не все мигранты там есть москвичи там есть люди внутренние мигранты из других регионов России но большинство это мигранты из средней они устроили забастовку в этом факте ничего удивительного нет потому что забастовки на стройках они постоянно о них обычно не пишут СМИ поэтому мы о них не знаем но они происходят постоянно отличие той забастовки было в том что каким-то образом люди вышли на профсоюзных активистов которые придали этой ситуации публичность выступили в роли консультантов организаторов и эта забастовка победила после этого эти строители разошлись по другим стройкам и всюду передавали этот опыт поскольку ситуация она везде идентична то последовало вот эти два года целая серия забастовок на московских стройках которые были уже не какие-то стихийные а уже развивались при поддержке профсоюзов и левых активистов и сейчас эта волна продолжается то есть на мой взгляд когда левые говорят о солидарности с мигрантами и выдвигают лозунги типа нелегальных людей не бывает и так далее это все лирика нужно смотреть реальные проблемы с которыми люди сталкиваются в неформальном секторе это неформальные трудовые отношения обычно это не выплаты зарплат прежде всего необходимо к ним идти даже может быть не как представителям иной национальности не как мигрантам как к строителям и плясать от этого ну еще если можно короткая такая ремарка в тему сейчас 4-го по-моему июня состоится опять же в Москве да это не питерский опыт большой фестиваль который будет называться Памир Москва где собственно на уровне диаспоры произошло вот такое очень серьезное и интересное сочетание элементов при которых стало возможным и мы действительно ожидаем в районе 5000 человек на этом фестивале просто из памирской диаспоры для того чтобы начать говорить вместе начать говорить как бы на одних и тех же площадках для этого триггером является в принципе культурное событие да и но дорогой к этому фестивалю было 3 или 4 года взаимодействия на микро уровне с конкретным человеком Авдулмамадом который работал в театре практика и одновременно работает как трудовой мигрант во всех возможных структурах на стройках и ремонтных бригадах как бы через личные отношения выстраивая какие-то большие возможности для этой солидарности в том числе для практической конечно то что ты Илья говоришь как бы была опубликована в на OpenLeft как бы статья большая и серьезная посвященная Платону и посвященная протесту дальнобойщиков конечно эта информация дошла именно потому что эти микро микросоотношения и микроотношения начинают осуществляться это как бы как хождение в народ это такое подвижничество в каком-то смысле и других путей других возможностей более успешных и более массовых взаимоотношений пока нет потому что конечно эта среда правильно замечена она постоянно сменяется это не те же самые люди люди не приезжают сюда для того чтобы заявлять мы приехали чтобы остаться они вынуждены приезжать на временные отношения постоянно наниматься на временные очень недолгосрочные работы чаще всего без контрактов поэтому это миграция еще и внутри миграции это постоянное броновское движение и очень сложно установить эти отношения долгосрочные очень сложно задать им какое бы то ни было массовую массовую перспективу но именно через когда у нас есть организация когда у нас есть пространство когда у нас есть ресурсы в том числе культурные в том числе интеллектуальные хотя бы какие-то нищебродские отчасти но возможности для объединения возможности для этих микропроектов через годы через какое-то время продолжительность этих взаимоотношений возможно будет построение уже более серьезных структурных и массовых событий и в плане забастовок и в плане культурных фестивалей важно и то и другое важно вот это как раз сочетание мне кажется друзья тогда наверное если нет нет вопрос в этих солидарных сообществах боролись с проявлениями несолидарности это так были люди наверное и бобилиционисты в первом примере и феминистов которые не хотели солидаризироваться с другими несолидарно 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 а против несолидарности бороться довольно трудно вот мне вот так кажется ну и как они бороться за солидарность они бороться путем убеждения в том что солидарность необходима вот а не путем того что несолидарность как бы да это страшный моральный грех потому что реально это может противоположную вызвать реакцию как бы полного отсутствия вообще солидарности и и желание ее проявлять вот таков есть ощущения ок